Всем привет, я Эмбро, а мы возвращаемся к моду Rise of Russia, который переносит нас во времена Первой мировой войны. Но прорабатывает он преимущественно именно Россию. Её фракции, её сюжет и всё это связанное с ней. Кто не в курсе, проработка вот эта, она нереально огромная. Здесь столько различных фракций, столько различных выборов, сюжеток. И здесь, когда ты намеренно пытаешься что-то привести, особенно если это что-то сложное, то ты должен учитывать огромное количество мелочей, иначе у тебя получится что-то другое. Из-за этого этот мод, конечно, ну, сложноват. Я, например, хотел вообще здесь привести к власти Николая II, вернуть его, спасти до того, как его и семью убили. Его можно спасти, но там, блин, столько условий, что как-нибудь я потом, когда время будет, посижу, попытаюсь это за кадром выполнить. Потом уже буду на прохождение пытаться делать. Сейчас у нас кое-что попроще, кое-что, но не менее интересное, чем возвращение царя. Мы будем также выступать оппозиции большевистской власти, которая, кстати, сейчас на момент 8 ноября 1917 года продолжает участвовать в Первой мировой войне. Но Ленин должен уже скоро подписать. Мир должен есть. Ну, посмотрим. По поводу планов на эту кампанию, их предложил мне разработчик, кое-что здесь интересное провернуть. Пока что я вас посвящать в них не буду, вы постепенно сами все узнаете. Это будет точно интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну а мы с вами начинаем. Стартанем мы за область войска Донского. Именно что стартанем, потому что чуть позже мы будем совсем другой страной. А потом опять совсем другой страной станем. И это нормально, в этом моде это хорошо проработано в плане сюжета, так что имейте в виду этот момент. Переворот большевиков привел к свержению легитимной центральной власти. Между тем, Советы на Дону поддерживают новую революцию. А значит, скоро попытаются повторить успех своих петроградских соратников. Дон на грани новой войны. Только что стало известно об очередном ухудшении политической обстановки в России, было свернуто временное правительство. Большевики, возглавляемые Владимиром Лениным, объявили о начале реализации идеи Карла Маркса и строительства коммунистического общества и подлинной пролетарской демократии. Они утверждают, что сейчас для них первая цель заключения мира с Германией, что не может не вызывать беспокойство у стран согласия. Также они заявили о поддержке идеи учредительного собрания. Население уже привыкло к подобным политическим сдвигам, а внутри страны ситуация становится все напряженнее. Контрреволюционные силы не будут терпеть большевистского произвола. Это мы, да. Многие эксперты убеждены, что эти радикалы не продержатся у власти пары недель. Нелегитимно, тогда. Сейчас у нас всего лишь-то две дивизии, и я без понятия, как двушечка, здесь можно что-то делать. Так, Оледин, давай-ка поставим тебя. Так, значит, берем сейчас этот фокус, и у нас уклонение уже от призыва. Великолепно. Ну, тут как бы, блин. Давайте второй вариант, это слишком много политки кушает. Хотя, с другой стороны, вдруг не сработает. Ладно, рискнем. Минус 100 политки. Как двумя дивизиями эту страну оборонять, это большой вопрос. А сейчас еще должно у нас вспыхнуть восстание, насколько я знаю. Военное положение мы уже взяли. О, тут политку дали 50. Ну, сильно такая ситуация не исправила. Помощь Алексеевцев. Генерал Алексеев создал офицерскую организацию для противодействия революционерам. Часть его организации уже на Дону, и способна выступить нам в помощь в качестве вооруженной силы. Так. Появится генерал новый. Две дивизии создадим. Хорошо. Уже не секрет, что на Дон стягиваются столичные контрреволюционеры. Города области наполняются юнкерами и приезжающими офицерами. Правительство рассчитывает использовать их в своих интересах, однако у казачества чужаки вызывают неоднозначную реакцию. Станичники считают, что белые накликают войну с красными, но если Алексеевцы уйдут, то красным незачем будет нападать на Дон. А со своими революционерами донцы как-нибудь разберутся. Такой наивный взгляд, не нужны нам ни красные, ни кадеты, порождают сложности в координации сил донского правительства и сил добровольцев. Чувславие казаков играет большевикам на руку. Так. Недовольство казаков. Получше мы дебафы. И на войну обязанное население, на стабу и на поддержку войны. Поддержка, кстати, 0%. Воевать никто не хочет. Но сейчас, кстати, мы еще две дивизии получили. Собя давай прокачаем мы. Вот, эксперт поковарит. Ага, командного ресурса уже у нас нет. Ладно, накопим. А что это у нас за войска, которые нам тут дали? Ну, вообще, в принципе, все наши войска, это нечто ужасное. Для координации действий белых сил необходимо создать общий совещательный орган, получивший стабильность. А также у нас идея президентская республика. То есть у нас сейчас она, это форма правления военной диктатуры. А мы быстренько перекатимся в президентскую республику. Не думаю, что прямо это сильно как-то поменяет нашу политику. Но вот бонусы, они здесь просто поприятнее. На Дон мацами возвращаются с фронта казаки. Большая часть казачьих полков уже разложена агитацией и деморализована. На этих людей невозможно положиться в деле защиты области. Их невозможно призвать и вновь поставить в строй. Остается надеяться на казачьи молодежь. Минус 15 тысяч людских ресурсов, великолепно. У нас останется там просто 350 человек. Серьезно. Ну и поддержка войны куда-то меньше, а она и так 0%. Да, 371. Класс. В расположение наших войск прибыл полковник Монакин. Он возглавлял ударный полк и пытался защитить ставку от большевиков. А затем вывести свой отряд к нам. Не пройдя еще полпути, часть ударников были окружены превосходящими силами и разгромлены. Тем не менее, Монакин пробрался на Дон и готов продолжать борьбу. Стоит, однако, заметить, что полковник этот активным своим участием в революционной самодеятельности вызывает у многих в армии недоверие. Иные зовут его товарищем. Мы за ним присмотрим. Кстати, у нас здесь командующий, например, Мамонтов, он же получше. Давайте его поставим. У нас много и правда командующих. Но давайте этого. Он и правда лучше. 5-3-4-3-3-та. И на конницу тоже давай к нам. И усища, ну видно опытный, конечно. Необходимо расположить в ближайших регионах открытые и подпольные центры вербовки кадров в Алексеевскую организацию. Командный ресурс подрастет у нас. Идея вербовщика-добровольцев, кстати, получше военнообязанных населения. И приток новых офицеров. Недавно на совещании областного военного комитета и исполкома Совета рабочих солдатских депутатов было объявлено о создании военно-революционного комитета ВРК Объединенной Демократии, назвавшего себя правительством Объединенных Демократических Сил и предложившее населению Ростова и Донской области не исполнять распоряжения войскового правительства. Вместе с большевиками в него входят также и меньшевики. ВРК вчера принял решение предоставить нам ультиматум. Военное положение в Донской области отменить, а нам отказаться от власти и передать ее в руки большевикам. Так, тягайся, ультиматум. Разогнать этот сброд. Коммунизм минус 20%, то есть все у нас тут. Ну, у нас и так 10%. Все, что есть, коммунистическое, оно уйдет. Получим мы, конечно, дивизии. А здесь? А здесь то же самое. А, это в любом случае происходит. Ну, давайте первый вариант. Понятно. Происходит здесь сейчас восстание у нас. А дивизия? Эта дивизия не нам добавились. А вот ему. Здравствуйте. А вот ему. Вообще, кстати, поддержка войны 2%. Ничего себе. О, другое дело. А что нам с ним вот этим вот делать? Я четырьмя дивизиями не уверен, что его захвачу. Но давайте, может, что-то попробуем. Так, он идет, смотрите, сюда вот. А давай. Выходи на юг. Ого, тут дивизии. Четыре штучки там. Так. Ростов он уже отпустил. Поэтому мы его занимаем. Есть. Выходим сейчас вот сюда вот. Так. Быстрее, быстрее, быстрее. Конис успеет. Встань, встань. А мы сможем задержать его? Вроде сможем. Смогли. Встанем сейчас сюда. Возьмем Азов. Ну, точнее, отобьем его обратно себе. Получилось. Так. Ну, смотрите. Это, походу, котел. Реформы призыва оказались эффективными. О, другое дело. Это то, что вот выскочил тот ивент неприятный. Политку мы еще отдали. Все. Сейчас падежка войны 7% и тысяча людских ресурсов есть. Это что? Кубаня, слышишь? Ты хоть наши-то земли не захватывай. Блин, чувак. Николай, ты, надеюсь, мне вернешь вот эти вот провинции? А то как-то нечестно, что ли, получается. Это что? Эм, да. Ленин готовится на нас напасть. В самый подходящий момент. Военный завод давайте будем строить здесь, в Азове. Так, фокус. Приглашение добровольческой армии. Организация генерала Алексеева сплотилась в боях и получила необходимые пополнения. Пришло время развернуть из нескольких батальонов настоящую армию. Наконец-то пришло. Ну, здесь-то мы их уничтожим, нет? Давай. Ковыряй его. Ну, зелененькие колбочки, плюс-минус. Ну, долго они здесь не простоят. Съезд фронтового казачества. К нам стекаются неутешительные сведения о проведении на севере области некоего съезда фронтовиков. Присутствующие там казаки выступают за сворачивание реакционного курса нашего правительства и знание с территории области кадетских и корниловских контрреволюционеров и установление власти казачьих советов. По-видимому, уставшие от войны фронтовики не особо готовы к вооруженному противостоянию и надеются на вторжение с севера. Однако, гибельное влияние съезда на казаков огромное. Черт. Ну, они там, конечно, войну уже повидали. Не хотят еще махаться здесь тоже. Блин, вот эти дебафы, конечно, неприятные. Атака, защита, кавалерии, все в минус. Ну, здесь, конечно, бонус хороший есть. На национальной территории плюс 50% атака защиты. Ну, и дебафы еще сверху, но, конечно, бонусы лучше все равно. Если сражаться, конечно же, на нашей именно территории. Вот эти дебафы, они, да, ладно, батайск. Возьмем? Все, на нас напали уже. На нас напали и не только на нас. Нападает он тут на очень многих контрреволюционеров. То есть, и Оренбург, Украина, Кубань и Крым, кстати. На, ну, здесь восстание происходит. Ленин в этом не участвует. Что это? Немцы хотят попросить право на стоянку у нас? Серьезно? Здесь? Ну, давай. Еще нет. Кубань, пакты ненападения, давай без этого. А на Уральское, Казачье, Вольское и на Астрахань пока Ленин не налетел. Некоторые здесь отколовшиеся тоже страны сейчас ему неинтересны. Потому что они особо такие, ну, более-менее спокойные, социалисты, консерваторы, да. А вот Оренбург тут, вон, понятное дело, что с этим нужно в первую очередь разбираться. Все, батайска, кстати, взяли, получилось. Прекрасно. Что делать, правда, сейчас с севера могут, вот, уже идут они. Совет это подойти. Фокус это быстрее берем, сейчас войска получим. И нормально будет. Так, Созову выходить нам нельзя. Но у нас с севера чуть двинулся. И все, четыре дивизии стоят. Как мне Восток защищать? Вот вопрос. Опа, вот так. Дивизии появились. А сейчас мне бы... О, Фильмаршал Алексеев. Ставим тебя. И тебя нужно поставить... Я даже не знаю. Наверное, я сейчас ничего не поставлю, потому что хочется, конечно, взять и, вот, агрессивного нападающего, потому что был очень хороший. Прорыв 10% это великолепно. Но вдруг нам оборона будет нужна. Пока стоим просто вот так, осторожно. Давай вот так сюда войскач подведу. Далеко уходить нам нельзя, потому что... Как мы так сильно растянемся? Дивизии ведь все равно мало. Вот так давай стоять будем. По узлам снабжения у нас... А, один только далеко. Ну, все, у столицы, короче, стоим. Так, сейчас... Сейчас немножко ждать нужно. Кубанская Советская Республика. Что? А, вот, она появилась. Ну, да, это Мария Нетко Советского Совета, просто из него она вышла. По фокусу сейчас давайте-ка возьмем пригласить членов Временного Правительства. Пригласив членов этого правительства, мы сможем заслужить репутацию демократов и защитников законной власти. Ну, конечно, социалисты подрастут, либеральные, но с тобой вырастут. Пригласим Керенского, но... От него я, наверное, откажусь. Обращение к казачеству. Казаки все еще пассивно относятся к борьбе против предателей и революционеров. Донской атаман должен выставить с обращением. Получим людские ресурсы, поддержку войны и дезертирство казаков мы немножко тут поправим, будет просто недовольство. И две дивизии создадим. Опа, кстати, вот еще одно номер. Номер сюда. Столицу Донского войска в связи с нашим обращением к членам временного правительства прибыл его бывший лидер, одиозный Керенский. После своего свержения он пытался воспользоваться казачьими частями генерала Краснова для отбития Петрограда большевиков, но авантюра провалилась. И теперь он бежал на Дон ради сохранения своей власти хоть где-то. В недавнем прошлом Керенский также был организатором интриги против генерала Корнилова, объявив тогда движение его войск военным мятежом. После заключения генерала в тюрьму Керенский развернул кампанию по преследованию Корниловцев, в ходе которой нападком подвергся и атаман Каледин. За все это Керенский заслужил отвращение правых кругов казачества. Ну слушай, раз заслужил, то повешен. Ради 50 политки потерять стаба. И так драгоценную. А, кстати, его можно вообще... Хм, пусть попрешет под нашу дудку. Ну, он останется просто у нас, но он будет небольшое влияние оказывать на нашу политику, но все равно лучше пускай убирается нафиг отсюда. Так, пакты о ненападении я ни с кем не буду заключать, потому что фиг узнает, что дальше будет. Вдруг нам воевать придется еще между нашими бывшими союзниками, по несчастью. Гражданская война там в Финляндии началась. Ну-то по классике, ничего необычного. Социал-демократы восстали. В центре страны в ближайшее время должно быть созвано демократическое учредительное собрание. Ходят слухи, что узурпаторы намерены разогнать его. Под лозунгом защиты учредительного собрания мы способны собрать новые вооруженные отряды. Три дивизии. Просто. Насчет собрания, создания народной армии и вот этого всего я, конечно, брать не буду. Мы чисто вот этот бонус получить в дивизии. Одним из членов Донского гражданского совета является бывший СССР и террорист, а также важная фигура во временном правительстве Борис Савенков. В связи со своим спорным прошлым, несмотря на явно проявляемый им антибольшевистский настрой, он не находит поддержки среди правых кругов. Все его инициативы отклоняются или остаются без внимания. Да и офицеры добровольческой армии настроены скорее против него, так как считают его одним из виновников провала Корниловского выступления. Однако, похоже, его террористическое прошлое сыграет сейчас к нашей пользе. Савенков принял поручение Алексеева и отбыл в Москву для создания антисоветского подполья. Лучшего кандидата не сыскать. В скором времени Савенков должен выйти с нами на связь. И мы должны дождаться вот этой самой связи. Генерал Корнилов, придя к окончательному убеждению о невозможности дальнейшего пребывания добровольческой армии на Дону, где ей при полном отсутствии помощи со стороны казачества грозила гибель, решил уйти на Кубань. В штабе добровольцев был разработан план для захвата станции Тихорецкой. Подготовлялись поезда, и об этом решении послана телеграмма генералу Калядину. Атаман Калядин собрал правительство, прочитал телеграммы, полученные от генералов Алексеева и Корнилова, сообщил, что для защиты Донской области нашлось на фронте всего лишь 147 штуков, и предложил правительству уйти. Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но и настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю. И во время обсуждения вопроса добавил. Господа, короче говорить, время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. В тот же день генерал Калядин выстрелом в сердце закончил свою жизнь. Туча сгущается над Тихим Доном. Мы будем светочим среди, охватившие Россию тьмы. Вот это второй вариант нам нужен. Переходим сейчас мы на Кубань. Здесь же область войска Донского. Назаров пришел к власти. Ну и дивизии тут на самом деле очень мало. В этой дивизии, которые были у войска Донского, они перешли сейчас к нам. Вот сюда вот. Поэтому быстренько ставим. Насчет командующих. Тут Деникин. Ох, пять тысяч. Ставим тебе. А фельдмаршал Алексеев. Да, они тоже пришли сюда. То есть вот это сейчас уже безжизненное такое формирование. Его, скорее всего, скоро захватит Донская Советская Республика. И мы будем просто окружены. Ну, конечно, не полностью. Тут водичка, но тем не менее, все очень плохо. А на Западном фронте у Советов все очень плохо. Войска очень слабы. И также тут уже, я так понимаю, демобилизация проводится. Если нет, то скоро должна уже. Так вот, демобилизация означает то, что войска будут распускаться. И будет все меньше и меньше. И нужно их полностью распустить, чтобы войска обновить. Вот здесь вот. А это дело не быстрое. И, естественно, не думаю, что Ленин сможет здесь что-то вообще предпринять. Поэтому, конечно, он выйдет на мир. И вопрос только в том, на какие уступки он пойдет. Что-то мне кажется, что он сильно много отдаст Германии. Сильно много. Ну, посмотрим. Здесь, как видите, он нас очень долго пытался захватывать, потому что дивизии, правда, мало. Их там будет еще меньше со временем. Он Оренбург. Смотрите, как раскушался. О, социалисты здесь. После соединения части генерала Корнилова с войсками Кубанской Рады, остров стал вопрос о субординации двух антибольшевистских группировок. Кубанцы отстаивают автономность, в то время как белые генералы требовали подчинения всех сил своему командованию и угрожали покинуть Кубани, оставив ее один на один с большевиками. Если мы выберем второй вариант, то рядом появится добровольческая армия здесь, на территории Ставрополя. Что как бы хорошо, потому что совет потерять Ставрополь и всю эту область. Но, тем не менее, нам нужно выйти именно на добровольческую армию. Потому что Кубань здесь, во-первых, это не то, что нам нужно, у нас цели другие. Ну и пока эта страна вся ничего не представляет, поэтому здесь долго не засиживаемся. Значит, что у нас сейчас получилось? Вот войска. Че, по командующим? А, ну все то же самое. Деникин здесь же. И Алексеев. Все, никуда не делись. Все тут же. Так, значит, эти держатся нормально. У нас, конечно, войска сейчас дают завернуться, но так лучше не делать. Давайте вот так вот я поступлю. Далеко уходить не будем. Нам главное вот эти вот позиции выдержать. Фабрики есть? Значит, давайте будем военные заводы строить. Одна штучка, ну класс. А по военным заводам винтовок не хватает. Ну, один военный завод и... Ну, хотя бы одна винтовка в день делается. Уже неплохо. Стали просто нету. Сейчас мы в меньшинстве. Горска бойцов пробивается вперед в полном окружении. Но, как сказал нам генерал Алексеев, нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка среди охватившей Россию тьмы. Светоч будет зажжен. Россия будет спасена. Так, будет добавлена к нам идея, которая дает плюс 16 скорость передвижения дивизий. Организация плюс 50. Слушайся. Атака плюс 30. Оборона плюс 30. Восстановление дивизии плюс 50. Скорость планирования плюс 300. Нифига себе. Модификатор соотношения захвата техники. Плюс 30 процентов. Это очень большой процент. Будет означать то, что мы будем в сражениях. По окончанию сражений. Забирать в себе огромное количество трофейного снаряжения. Ну, либо техники. Но техники здесь ни у кого нету, поэтому только снаряжение. Лимит капитуляции плюс 100%. То есть, чтобы нас захватить, взять одной столицы где-то недостаточно. Противнику придется тут хорошенько прогуляться. А мы можем, например, здесь на болотах засесть. И пусть нас попробуют выкурить. Хотя, отступать она нам некуда. А рано или поздно выкурить все равно получится. Даже такими бонусами и капитуляцией. Поэтому отдавать столицу, Екатеринодар, ни в коем случае нам нельзя. Патриоты в тылу врагам. С нами на связь вышел посланный организовать антибольшевистское подполье Савенков. Он сообщает о создании Союза защиты Родины и Свободы, сотрудничающего со всеми антибольшевистскими партиями и о финансовой поддержке со стороны наших союзников Пантанзе. По его словам, вскоре произойдет масштабное восстание в самом центре страны. Это хорошие новости. Так, ну мы конечно же должны помогать это восстание провернуть. И когда оно случится, мы за него пересядем. Да, мы получается даже сменим страны за эту кампанию больше раз, чем я думал. Так, ну а сейчас смотрите. На данный момент вероятность успешных восстаний везде по нулям. А восстание произойдет через 160 дней. То есть, нам нужно как-то за это время, ну его можно конечно и продлевать, тут стараться. Так вот, нам нужно набить хороший процент, чтобы восстание было успешное. Для этого, конечно, нужно политвласти много и стараться выбирать разумно города. Дело в том, что, например, в Москве может случиться какое-нибудь восстание. То есть, мир подпишет Ленин, и здесь кое-какая страна возникнет. Такое бывает. И мы тогда не сможем провернуть восстание не в РСФСР. Потому что Савенков, он работает только здесь. Его уидеват из Москвы, если она будет под другой страной. Так что нам желательно как-то, наверное, сюда вот смотреть, там, может быть, Рыбинск, Ярославль. Тут оба города есть, то есть, это один регион, его проще будет захватить, если мы восстанем тут и тут. Но, опять же, эти восстания, они будут разрозненные. И везде попытаться восстание провернуть. Но, опять же, это очень дорого по политке, это очень долго. И не факт, что я тут половину просто не потеряю восставших. Из-за того, что просто не буду успевать везде. Всеми отрядами восставших управлять, потому что их будет реально много. Поэтому выберем города, которые здесь больше всего нам подходят. И будем заниматься именно ими. А то можно все распылиться и везде все провалится. И нигде у нас восстания не будет. Но пока сейчас нам нужно подкапливать политвласть. Минус 25, Лавр Корнилов потеряет, не разбирается в политике. О, посмотрите, это хорошо, это я готов. У нас вот висит у этого Корнилова черта, не разбирается в политике. Из-за этого Стаба минус 10% и прирост политки минус 15%. Уберем, будет, конечно, получше. И Стаба нужна, и политка нужна. А поддержка войны, кстати, 77%. Хоть и война здесь наступательная, кстати. Но Корнилов, он дает и поддержку войны. И бонусы, кстати, хорошие такие от него идут. Можно, кстати, попытаться как-то проатаковать сюда вот. Но, блин, у нас так дивизий мало, это большой риск. На самом деле, это большой риск. Можно... А, ты сам уходишь отсюда. Разгон учредительного собрания. Понятно. Он сам уходит отсюда. Все, готово. Так, фронт будет немножечко поуже. Опа, готово. Так, нам войско Донской посылает ленд-лис. Спасибо. У тебя вроде тоже винтовка не было. О, тут его прижимают немножко. Так. Для армии, может быть, достаточно иметь лишь штаб. Однако управление обширным краем требует содержание гражданской администрации. И правительство над ним. Конечно, правительство не может лезть в дело командующего. Насчет наших ячеек в городах. Давайте вы напишите в комментариях, какими городами нам заниматься. Давайте три города. Здесь можно сразу одновременно три штучки поражать. Три основных, потом если останется еще, то другие тоже возьмем. Поэтому напишите в комментариях. Также в следующей серии уже здесь Ленин по-любому заключит мир. Не думаю, что он скажет, что нет. До конца будем. Потому что, сами понимаете, до конца хуже станет только. Да и тем более он обещал. Вот. Поэтому пока что с вами я попрощаюсь. Продолжим мы уже в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонтеры, чтобы получить классный бонус. А также играйте в мотивированные партии. Или просто общайтесь на нашей серверах в Дискорде, ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. До встречи.